В гимназии номер 2 города Пермь открываются курсы японского языка Через год китайского и корейского Несколько лет назад, когда мы только начинали, очень многие сомневались, зачем здесь, в Перми, учить японский или китайский Но мы понимали, что делаем Сегодня наши сомнения рассеялись Мы фиксируем интерес к языкам со стороны учеников Так что это направление для нас важное и перспективное Сегодня многие родители уже не задают вопрос, зачем нужно изучать восточные языки Экономика стран Востока, их культура сегодня активно развиваются и вызывают все больше интерес Мало кто сомневается, что в будущем их роли влияния в мире только вырастут Именно поэтому многие родители уже сегодня в качестве второго иностранного для своих детей выбирают один из восточных языков Я изучаю китайский язык и побываю этим летом в Китае Я еще раз убедилась, что эта страна мировая держава И свою профессию в дальнейшем я хочу связать именно с ней Но даже если в будущем не удастся связать свою жизнь и работу со странами Азии Изучение восточных языков все равно важно для умственного и личностного развития При изучении иероглифического письма детям нужно запомнить тысячи картинок Таким образом у них тренируется зрительная память Также активно развивается и память слуховая Память у младших школьников формируется намного быстрее Я изучаю японский язык, потому что Япония это источник бесконечного вдохновения для меня Я не представляю своей жизни без этого Я постоянно встречаюсь с представителями Японии и общаюсь с ними И это уже стало моим образом жизни В языковом центре гимназии используются самые современные технологии обучения иностранным языкам С каждой группой здесь работают и носители языка, и местные русскоязычные специалисты Это наша принципиальная позиция У нас в центре занятия ведут как носители языка, так и русскоязычные специалисты И мы считаем, что особенности произношения должен объяснять только носитель языка А такие вещи, как грамматика, особенности структуры языка должен объяснять русскоязычный специалист Сегодня в Восточном центре гимназии работают свыше 10 преподавателей из Японии, Китая, России Заключены соглашения с университетами Токио, Халюцзяна и Циндао об обмене преподавателями Сегодня в Пермской гимназии номер 2 созданы все необходимые условия для изучения восточных языков японского и китайского В этом классе все сделано по последнему слову техники Это и современнейшее оборудование, которое позволяет делать, казалось бы, нереальные вещи Общаться за тысячи километров со сверстниками из разных стран мира Организация занятий в гимназии соответствует мировым стандартам Уже второй год выпускники успешно сдают экзамен на знание китайского языка HSK А с 2012 года гимназия является единственным в Приволжском федеральном округе центром По приему международного экзамена по иконскому языку униконга на реку Сикен Я очень хочу поехать в Японию, я вострагаюсь культурой, новинками в технике Это продвинутая страна и я очень хочу поехать туда Условия, главное качество изучения восточных языков отмечают и приглашенные специалисты Здесь в Перми условия можно назвать уникальными, говорит Кэтрин Кортерс, директор Лондонского института Конфуция Даже в Англии многие школы организуют курсы китайского языка в кабинетах французского или немецкого Мы посетили урок японского языка и нам было очень приятно увидеть, как упорно и усердно дети изучают язык Мы приятно удивлены и потрясены уровнем владения языком детей из этой гимназии, говорит Аки Каминея из университета Цукуба Курсы восточных языков уже давно не замыкаются только на учениках гимназии Их посещают учащиеся разных школ Перми и края Меня зовут Артем Соловьев, я являюсь учеником 6 класса гимназии номер 5 города Перми А также слушателем курсов Нихао Китай В этом году я сдал экзамен на знание китайского языка на второй уровень Изучение языков не ограничивается школьниками В Восточном центре работает несколько групп для взрослых, в том числе для родителей По субботам мой ребенок посещает секцию скалолазания в гимназии номер 2 Ну, а я, собственно, чтобы скоротать время, решила посещать курсы восточных языков, японского в частности Тема сегодняшнего занятия — философия, мифология и литература Японии Всем известно, что изучение языка невозможно без погружения в культуру народа Учитывая этот факт, с 2013 года в гимназии ввели дополнительный элективный учебный курс История, философия и культура Восточной Азии В рамках этого курса мы изучаем основы истории, философии и культуры стран Восточно-Азиатского региона Ребята узнают о таких вещах, как аниме, карате, джудо, суши и о многих других явлениях, которые нас уже давно окружают Здесь мы включаем прошлую восточную музыку, показываем различные презентации И нам очень интересно воспринимать данный материал На этом курсе я узнал много всего Об японских самураях, обычаях, поверьях, а также об японских богах и каллиграфии Отдельным блоком для слушателей курсов открыты занятия по каллиграфии На занятиях восточной каллиграфии мы с детьми соприкасаемся с уникальным искусством Китая и Гукуни Дети учатся быть усидчивыми, а занятия каллиграфии помогают в изучении языка Кроме самих занятий, ребята регулярно участвуют в различных акциях и мероприятиях Акции «Восток встречает Новый год» Мастер-классы, телемосты с зарубежными партнерами уже стали доброй школьной традицией Своеобразным итогом этой работы стал ежегодный городской открытый форум «Перний Восток» Это мероприятие уже вышло за пределы гимназии И предоставило комплексную возможность для пермяков познакомиться с традициями, обычаями, жизнью народов Востока Мы видим большой интерес у жителей нашего города к жизни наших восточных соседей Сегодня восточное направление для гимназии является одним из приоритетов Международные обмены, телемосты, совместные проекты со странами Востока Все это стало неотъемлемой частью жизни школы И, похоже, ученикам и их родителям это нравится Нигорь Негода – «Нигорь Негода» Нигорь Негода, «Нигорь Негода» Субтитры создавал DimaTorzok